Всем привет! Меня зовут Ярик Хо, я ваш будущий президент. Сегодня поснимаем влог. Я вам расскажу свою историю, историю создания канала. Смотрите до конца, не переключайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарии по поводу инцидента в Шаверме. Ну так вот, ребята, пришел пожрать шавермы, заказать ширную шаверму. Шаверму по-питерски, эта большая сеть находится в Уфе. Дал тысячу рублей, но мне отказались ослуживать в связи с тем, что нету сдачи. Я попросил сходить разменять, предпринять какие-то действия, но, естественно, мне отказали. Вот, смотрите, тысяча рублей и пять. Сдача 850 рублей. Вы говорите, что нету сдачи, да? Ну ладно, человек. То есть вы отказываетесь, да, меня отслужить? Да, да. Хорошо. Как вас зовут? Какой вам родился. Владимир вас зовут. Что? Что сорваете с вами бейджи? Телефон уберите, пожалуйста. Что значит заберите телефон? Нет. Секунду, вы сейчас совершаете право нарушение. Зовут меня Ярик. Нахожусь я в городе Уфа. Переехал я в Уфу недавно, примерно полгода назад. До этого я жил в Питере. Многие крутят у виска, не понимая, зачем я это сделал. Особенно уфимцы в таком состоянии неадеквата приходят от моих действий, потому что для них это странно. Обычное большинство людей едет на заработки в Питер, а тут получилось так, что из Питера приехал странный человек в Уфу. Вот сволочь, блин, заебали ездить туда-сюда, блин. Пытаешься, знаете, найти вот такое тихое место, потому что звук я ни на что не пишу, все я записываю с телефона, и какие-то сволочи постоянно гоняют туда-сюда. Жалобная книга. У вас ручки нету в жалобной книге. Давайте ручку. Приехал я в Уфу совершенно недавно, полгода назад. По Уфе, если честно, я еще толком не ходил. Зимой здесь ходить невозможно, потому что здесь гигантские кучи снега. Такие не просто ростовые, а где-то 4-5 метров. Соответственно, ничего не видно, ходить очень сложно. Падаешь постоянно. Вот наступило, наконец-то, теплое время года. Да, погода, конечно, говно, но передвигаться можно. И Уфа открывается во всей красе. Вы, наверное, там видели какие-то уже кадры в самом начале. Там и с трамвайчик, еще что-то. Ну, согласитесь, прикольно. Смотрите, страница порвана, наверное, здесь что-то было. Я думаю, туда с защитой прав потребителей звонить. Так, у вас заявление не пронумеровано, почему-то. У вас есть какой-то управляющий? Кто у вас? Главное, сам молодой человек. Что значит, не обязаны со мной разговаривать? А что я чувствую какую-то не тетю, а? Господин. Дороги здесь убиты в хлам. Вот это точно. Очень колоритно смотрятся такие моменты, когда едешь на трамвай, и, собственно говоря, вдруг ниоткуда не возьмись, появляются старенькие дома рядом с новенькими. Вон там бабули сзади что-то показывают. Видимо, они тут грибы собирают. Хотя это как бы лесом сложно назвать, это вроде парка. Но, может быть, он там с чем-то совмещается. Так вот, приехал я в эту самую Уфу из Питера не на заработки, а потому что меня заебала питерская погода, блядь. Это просто какой-то ад. Ну, на самом деле, жить в этом ебаном климате невозможно. Моя теория такая. В Питере можно находиться в теплое время года. Лето там, ну, максимум 4 месяца. В остальное время нужно, конечно, сваливать. То же самое касается, на самом деле, там какой-нибудь Уфы и других городов России, потому что климат для жизни не приспособлен. Очень холодно. Вот. А человеку, на самом деле, хочется все-таки жить в нормальном состоянии, ходить без тяжелой одежды на себе, дышать полной грудью и вращать шею. Кстати, я, насколько понимаю, город Уфа очень сильно насыщен наркотиками, потому что я очень часто замечаю на всех заборах, на всех гаражах вот такие вот надписи, да, что-то там собаку, упоклад. Вот. Мне даже один раз на уфимскую симку пришла эсэмэска в Вибере с текстом таким, что, типа, там, героин, спайс, спиды, гаши, штрава, блин, и, как бы, цены указаны. Вот. Поэтому, видимо, в регионах с этим делом дела обстоят совсем плохо. Ну, для кого, как бы, может быть, для кого-то хорошо. Блин, сдачи у вас нету? Как так можно? Сетевой! Сетевой! Магазин, блин! Быстро обслуженное питание. Ну, е-мое! С тысячи рублей сдачи нету! С косаря всего лишь навсего! Сраного! Блин, ну, понимаете, что сейчас вас оштрафуют на три тысячи и сети оштрафуют? Это сети! Это ООО! Это даже не индивидуальные предприниматели, это юридическое лицо, а не физическое. Там штрафы колоссальные. Вас уволят с работы. Леток, лупость полная. Как так? У вас такая большая сеть, шаверная по-питерски, и у вас нету сдачи. Господа! Ну, как же так можно, а? Здесь у меня в Уфе никого нету. Вот. Ни друзей, ни знакомых, ни приятелей. Ну, конечно, этого не хватает. Без этого любому человеку будет сложно. Вот. И я не планирую надолго оставаться в Уфе, вернее, не планирую оставаться в Уфе на всю жизнь. Теория такая, что нужно выйти на нормальный доход, удаленный. Ну, а после этого, собственно говоря, уже куролесить, путешествовать по миру. Это великолепно. На мой взгляд. Может быть, я в чем-то заблуждаюсь, может быть, там когда-нибудь с годами у меня в голове что-то поменяется. Но, тем не менее, пока что такое представление у меня о жизни. Вообще, я достаточно рисковый парень, поэтому я люблю идти туда, куда обычно никто не идет. Вот я сейчас нашел какую-то тропинку через лес, без понятия совершенно, куда она ведет, и я по ней пойду. Ну, пошли. Куда-то ведет она в лес. Вот. Идем и поехали. По этой тропке и я вам сейчас расскажу историю. История значит о том, как я один раз зимой в Питере для того, чтобы сократить маршрут, как мне показал телефон, пошел через кладбище ночью один. Как я это люблю. Засунул, значит, наушнички, в уши включил, ну, чтобы приятнее было. Есть такое... В Яндекс.Радио есть такой список каналов, называется, саундтрек. И там, как правило, играет такая достаточно жуткая, устрашающая музыка. Вот прям вообще самое. Оно для того, чтобы прогуляться по кладбищу одному ночью зимой. Вот. Иду я такой через могилки, вот, и понимаю, что как-то, блядь, нихуя мне не страшно. Ну, вот. Ну, и я как бы, блин, почувствовал, что не страшно. Знаете почему? Потому что я могу призраками управлять. Мало того, что я являюсь царем земли и стараюсь пробиться в президенты, хотя бы там какой-нибудь России. Вот. Я еще могу призраками управлять. Ну, и я начал так ручками бахать. Вот. И как бы почувствовал, как они прям поднимаются, восстают из своих могил. Они встали, я с ними пообщался, спросил, как мне дальше пройти, и они мне указали путь. Но фигня-то в чем? Наебали призраки. Вот пидорасы, блин. Даже вот среди призраков присутствуют наебщики. Указали мне они совершенно не то направление. Я так достаточно долго путал. Вот. Уже не по кладбищу, там прошел через какие-то рельсы, прошел через какой-то парк. У меня вырубился телефон, вырубилась вся навигация. Я залез по живот в снег, что в Питере на самом деле большая редкость. Вот. И в конце концов я вышел на то место, куда мне нужно было выйти. Вот. Мораль всей басни такова. Не верьте никому, даже мертвым пидорасам. Блядь, заебали комары. Это просто пиздец. Вот тут вот в Уфе какая-то херня, блин, с этим делом. Здесь реально вот можно просто встать на остановке, в обычной, на обычной остановке в городе, в центре, и тебе начнут зажрать комары. Гигантское количество комаров. Одни сплошные комары. Я вам хочу пару слов рассказать о том, почему раньше канал назывался «Вова, посмотри», а сейчас он называется «Жесткий чувак». Значит, был у меня как-то одно время канал, вот этот вот самый, который, на котором вы смотрите этот ролик, и он назывался «Вова, посмотри». Это название я дал с целью того, чтобы вот какая-то оригинальность была у канала, чтобы люди думали, что я снимаю эти ролики непосредственно для самого Володи, который у нас находится сейчас, который президентствует. Вот. Но, к сожалению, из-за того, что у меня не получилось создать достаточно большой поток людей на свой канал, вот, не было понимания у людей, кто такой Вова. Вот. Постоянно задавали этот вопрос. Я думал вначале, что это фишка, но оказывается, что все-таки люди действительно не понимали, кто такой Вова. Вот. Особенно это касалось новых зрителей, которые в первый раз приходили и смотрели мои видосы. Как связаться с вашим руководством? Господа! Парень сейчас бежал. Офигенно. Ладно, поснимаю вас снаружи. Такой хороший сюжет получится, ребята. Саверма по-питерски. Адрес Энг, Адрес вот, ребята, уже я иду где-то час по этой тропинке. Вот. вот оттуда я заходил, туда я иду. На самом деле думал, что я уже изрядно заблудился, мне придется идти обратно, потому что эта дорога никуда не приведет, но оказалось, что эта дорога меня приведет все-таки. Вот там вот вдали виднеется дорога, сейчас я вам ее покажу. Блядь, шел, нормально все было, блин. Не было грязи, вообще ни капельки. Подходить начал к самому концу пути и на, пожалуйста, весь в говне. Я канал переименовал в следующий раз будущий президент. Будущий президент, ну, как бы, естественно, намекая скромно на себя, я, скажем так, это как бы такая шутка троллинг, типа, Ярик президент, ну, как бы, смешно, да, обычный чувак, который из Питера переехал в Уфу, собирается стать президентом, у него там 350 подписчиков, условно говоря, и он им как бы такой с кукушкой повернутый, у него мания величия, он собирается стать будущим президентом. Но, насколько я понял, что люди, которые приходили вновь на этот канал первый раз, они думали, что это канал абсолютно политический, потому что там мелькали даже кое-какие видосы такого формата троллинга, ну, в моем понимании, а некоторые люди это, видимо, воспринимали, мою иронию воспринимали всерьез. И после этого я как-то зашел к какому-то парнишке, он там, в общем, стримил. Вот. И у него была такая фишка, типа, ему там надо написать в его стриме комментарий, и он зайдет на канал, и тебе там, типа, поставит лайк, и что-то там скажет о тебе, в общем. Вот. Так и произошло, чувак действительно задержал свое обещание, зашел ко мне на чувак, включил первый попавшийся видос, и в его понимании, в понимании подростка, ему лет 17, наверное. Вот. Первое, что он сказал, говорит, зачем ты свой канал так назвал? Вот. Типа, будущий президент, назвал бы его как-нибудь, типа, жесткий чувак. Вот. Я-то себя, естественно, не воспринимаю так, как жесткий чувак, но моя целевая аудитория, это пацаны, собственно говоря, где-то лет 17, они, видимо, меня так воспринимают. Поэтому я воспользовался этим советом, который не был, на самом деле, советом, он был так, просто по приколу что-то выкинут. Но мне понравилось, поэтому канал теперь называется Жесткий чувак. Подписывайтесь на канал и не ебите мозги, как говорю я. У блогеров есть проблемы, которые выкладывают свои видосы на YouTube. Связано, первое, с монтажом, второй момент связан с тем, что YouTube к молодым мелким каналам очень плохо относится. Практически нереально сделать так, чтобы твой видос попал в так называемый похожий видео. Там вот справа у вас эти вот видосики. Почему это происходит? Потому что нету большого количества лояльной аудитории, которая пишет, которая пишет, комментирует, ставит лайки и делится этим видео. Пока она не приобретается, естественно, YouTube этот ролик просто никому не показывает вот в этой колонке. Бывают, конечно, залетные моменты, но практически нет. Я понимаю прекрасно, что, допустим, вот этот ролик, его увидят максимум там 100-150 человек, скорее всего. Но, когда канал раскрутится, этот ролик, естественно, наберет свои миллионы. У нас в стране, блядь, творится полный бардак. Дегенеративные существа, которые открывают достаточно крупные сети и заботятся о маркетинге, никак не думают о сервисе. Ну, ёптовую мать, блядь, все лишь навсего с косаря дать 850 рублей. Как так можно? Вы понимаете, вот я сейчас, вот в данную секунду напишу заявление, естественно, в общество защиты прав потребителей и сеть оштрафуют. Ну, там штрафы не очень большие, на самом деле, по-моему, там от пятерки. 5 тысяч рублей за то, что мне дал сдачу за 850 рублей. Они могли бы в такой ситуации, если видят, что приходит вот такой вот клиент просто-напросто дать мне бесплатно шаверму, это дешевле. Итак, ребята, вот и подошел конец моего похода через незнакомую тропу в лесу. Смотрите, фокус. У меня канал, я делаю сборную солянку, скажем так. Вот, я снимаю различного рода обзоры на все говно, которое есть в интернете, на то, что трендовое, то, что хайповое, потому что в противном случае эти видосы вообще никому интересны не будут. Иногда я снимаю влоги вот подобного формата, вот, но пока что это большая редкость, потому что на них вообще люди не клюют и попасть в похожие к кому-то практически нереально, потому что нету никаких поисковых запросов. Вот как-то так. Поэтому смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Если вам понравилось, как я конфликтую с различными мудаками, блин, во-первых, отпишитесь об этом. Вот, скажите мне, сколько раз вы впадали в подобного рода ситуацию, когда вы приходили, давали бабло, у продавцов не было сдачи, они с умным видом говорили, что так и должно быть. На самом деле, конечно, так не должно быть. Это гигантская проблема. Если вы хотите увидеть, как я дальше дрочу шаверму по-питерски, напишите об этом в комментарии, поставьте лайк, если этот ролик соберет 150 тысяч лайков. 150 тысяч лайков. Я сниму продолжение, я сниму видео, как я звоню в Роспотребнадзор, общество защиты прав потребителей, и посмотрим, что они сделают, как они реагируют на мое заявление и на приложенное мной видео. И посмотрим, как отреагирует руководство шавермы по-питерски на мой ролик. Так что, оставайтесь, живите счастливо, смотрите канал Жестный Чувак и найдите Ивана Родинова вконтакте, вот, он есть у меня там в друзьях, найдите меня вконтакте, меня зовут Ярослав Пугунков вконтакте, вот, и напишите долдос, долдос пидор, блин, выпуская ролик, а то он с роликом уже задерживается, заебал, я уже, блин, третий ролик успеваю выпустить, блин, а он еще ни одного не выпустил. Ну так, у него есть компьютер, между прочим, который работает, который тянет монтаж, где можно установить Суни-Вегас и свободно работать, ебаный ты в рот. Так что, давайте, ребятки, всем удачи, славься Россия, славься Крым, всем аминь.